Я тебя люблю Я согрею обе руки твои В этом году наша выставка проходит под девизом «Расти патриотов в Беларуси» Уважаемые участники, посетители, организаторы выставки Это очень нужная для людей работа Но еще получились у друга новинкам, опыту И вот те круглые столы, презентации, экскурсии, беседы Встретия с детьми, с творческими коллективами, с писателями Это вот то богатство, которое по существу и формирует гражданскую позицию Воспитывает патриотизм, а нам это надо Хочу пожелать всем творческих успехов Жюри объективности Прошу считать 14-ю республиканскую выставку на документальной медицинской литературе И педагогического опыта и детского творчества Открытой Я тебя люблю Я тобой держусь Я за тебя сердцем Беларусь В каждом слове, в каждом дыхании Сердце молодого вене Между нами нет расстояния Вместе мы одно поколение И внутри крылает начало я Я за жизни трамвить кругами Вместе мы с тобой не станала я Так давай же скажем друг другу мы Я тебя люблю Я тобой держусь Я за тебя сердцем Беларусь Я тебя люблю Я тобой держусь Я за тебя сердцем Беларусь Шагом каждым, каждым мгновением Станет это неуловимое Отдыхание Долгомение Я согрею обе руки Мои В каждой строчке В каждом движении Закладки Написано Буквами Я плесы Мое поколение Так давай же скажем Друг другу мы Я тебя люблю Я тобой держусь Я за тебя сердцем Беларусь Из библиотеки вывели литературу На немецком языке И в прошлом году в сентябре Национальная библиотека Состоялась возвращение 490-х пиаров Да, формировалась Сейчас на коллекции В 1840 году Начала формироваться Коллекция Как раз таки Функтов библиотеки Это очень возможно И что есть отзывание Поэтому не заставляйте И не туда Вы не что же Кто-то мешает Вы не знали Смирно 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 Сумею натор играть, офицером поюрли, за чуя стоп. Возброс первый директор сбросил клич, чтобы возвращали, кто найдет, взаимодолейте, пожалуйста, книги в Украинскую составляющую академию. Люди стали возвращать, находить в Германии книги, и ходили по дуроле, по ссылке, и даже не свидетельствовать участию Александра. ПЕСНЯ 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 Когда они шутят, почему выбирались? Дослушный агроном, профессиональный. Почему сериционер? Все, все, все здесь. Говорят, что мы вас ждем. Мы вас ждем, что приедем. Вестите вас сюда. Но когда вы будете вести? Хорошо, в мае. Спасибо. У першиню выстава проводится у национального выставочного центра Белэкспо, что позволяет масштабно представить опыт работы педагогов нашей краины, удельникам обменяться профессиональными напрацовками, а тысячам наведбольников отримать корыстную информацию. И сегодня мы готовы назвать переможцев и призеров. Слово для провитания и узнагароживания удельников выставы предоставляется министру адекватации Республики Беларусь Сергею Александровичу Маскевичу. Добрый день, дорогие сябры, шановные коллеги. Я хотел бы отзначить, что мне вельми-вельми было приемно познаемиться с выставой. Патриотизм на сегодня – это сенс життя некоторых, сенс деяностей многих. И мне кажется, что патриотизм – это самое главное, что связывает человека сенс его життя с деяностей краины. Дипломом первой ступени узнагароживаются высшие научные установы. Белорусская державная сельско-господарчая академия. Вас всех поблагодарить, повинчить и сотрудникам, и наши жюри, которые были вельми не просто отзначить, размирковать узнагароды, вызначить лепших, потому что 4 тысячи экспонатов, проектовые, которые были поставлены на выставу, вы разумеете, какая была пленная работа, а левыники подведены. Если вы позволите этот диплом, мне очень хочется вручить со мной. Мы впервые находимся на этой огромной, казалось бы, территории. И в то же время нам и ее не хватает. О чем это говорит? О том, что работа в высших учебных заведениях действительно то, о чем я всегда при ваших встречах вам говорю, такая огромная, такая глубинная, что нам и этого павильона, и двух других было бы все равно мало. Мы всегда могли бы делиться, рассказывать друг другу. Огромное вам спасибо, друзья мои, потому что за время вот этих 2 с небольшим дня вы очень многие из вас подходили к нам с Галиной Александровной и говорили о том, что как здорово, что мы опять встретились. Мы столько отсюда увозим. Люди показывали исписанные блокноты, чему я искренне удивлялась. Да, окровенно вам скажу. И это говорит о том, что встречаться нам, конечно, нужно бы почаще. К сожалению, было бы нам еще хотя бы 2 часика в сутках, может быть, это бы удалось сделать. Но раз их нет, давайте пользоваться тем, что нам удается встретиться здесь, здесь обмениваться опытом, здесь рассказывать друг другу о своих достижениях, делиться такими-то проблемами. Новая форма работы, новое место, новая форма работы. Вы, многие из вас откликнулись, и провели ряд стендовых выступлений. Вы в рамках своих экспозиций сделали доклады, провели какие-то акции, слышмогы. Это было такое разнообразие, честно говоря, когда я спрашивала скромненько у вас, ребята, а не поможете ли? А как вам кажется? А может быть стоит? А может быть имеет смысл? Ну, это просто фейерверк. Посмотрите, мы никогда так много дипломов не имели в своих руках. И это, ну, просто для меня огромная радость. Вот здесь это пофамильные дипломы. Пожалуйста, еще раз, кому-то придется писать. Александр Владимирович, с удовольствием вас поздравляю. Друзья мои, обязательно резюме, которое идет по выставке, мы всегда подготовлены для Министерства образования, а затем они уже сводят все уровни образования вместе и высылают вам такое большое инструктивно-методическое письмо. Вы об этом знаете. В этот раз я обязательно в том варианте проекта, который готовит Республиканский институт высшей школы, пропишу предложение о том, чтобы обратить внимание на опыт Белорусского государственного сельскохозяйственного академии, на то, как они подготовились к этой выставке. Вы все проработали очень много. У вас у всех были интересные находки выставочные, много что было сделано. Но сельскохозяйственной академии пришлось сделать все за рома. Они сделали абсолютно новые стенды, они продумали подсветку, они привезли свое, ну, ноу-хаус, свой, так сказать, свою визитку, привезли эти елочки. Вы знаете, огромное спасибо, Александр Владимирович. Ваше отношение к выставке просто трогает сердце и душу. Спасибо вам огромное. Я хочу нам поблагодарить вас за прекрасно организованную выставку, за огромную методическую помощь, которую оказали вы в процессе подготовки к этой выставке. И поверьте, даже вот это сокращение, вроде бы, места на несколько метров, оно сыграло свою положительную роль. И вы сконцентрировали самое главное. И опять-таки я говорю, что вот здесь, конечно, огромную роль играет ваш опыт. И, конечно, за высокую оценку. Это оценка не меня лично, это оценка Инны Николаевны, всего нашего управления, всей нашей академии. Потому что действительно, спасибо, огромная работа у нас проводится. И спасибо, что вы увидели, оценили. Мы будем в дальнейшем не подводить вас. Спасибо.